Здравствуйте, мы продолжаем трансляцию шестого национального чемпионата WorldSkills High-Tech. В студии Гульнара Бекулова, заместитель директора корпоративной академии Росатома. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте, Росатома. Общеизвестная проблема несоответствия реального сектора экономики и системы образования. В Казани вы представили новое исследование кадрового обеспечения экономики будущего. Можно немножко о нем рассказать? Конечно, действительно, в Казани в рамках деловой программы мирового чемпионата WorldSkills в августе этого года мы совместно с нашими коллегами из Союза WorldSkills и американской консалтинговой компанией Boston Consulting Group, BCG, представили результаты нашего большого исследования, большого отчета. Исследование длилось целый год, охватывало несколько десятков стран, несколько десятков корпораций. И мы вместе с коллегами исследовали тему, что же происходит сегодня на рынке труда, с какими проблемами сталкиваются разные корпорации как работодатели, с какими проблемами сталкиваются разные страны, и какие решения, какие подходы к решению этих проблем, связанные с подготовкой кадров, на сегодняшний день накоплены в мире. Собственно, начинали мы с исследования, но в Казани представили не только результаты нашего исследования, а результаты нашей совместной инициативы, она называется Mission Talent. И эта инициатива, помимо аналитического отчета, которым мы поделились с участниками конференции, включала в себя еще несколько практичных инструментов работы с кадровой проблемой. То есть уже в качестве предложения? Уже в качестве предложения и даже прототипа, прототипа системы, прототипа платформы. В частности, мы совместно с коллегами начали собирать лучшие практики по работе с кадровыми проблемами и создали платформу, которая называется MissionTalent.global. Всех приглашаю туда заходить, не только заходить, заходить не только для того, чтобы читать, знакомиться с лучшими практиками, но и вносить свой вклад, делиться своим опытом. Появилась платформа, и появился так называемый индекс человекоцентричности. Это инструмент, который позволяет измерять, как в тех или иных странах, как в тех или иных регионах обстоит дело с подготовкой кадров с точки зрения экономики будущего. И на базе этого индекса появилась такая система кластеризации, система классификации стран. Она включает в себя 8 кластеров стран, которые объединены схожими проблемами с точки зрения текущей организации рынка труда. Вы говорили о том, что вопросы кадровой политики, вопросы в принципе кадровые для каждой страны индивидуальны. Вот в чем индивидуальность в России? При классификации стран использовалось три типа критериев. Оценивалось качество образования или качество системы подготовки кадров. И третье, оценивалась мотивация нас, как потребителей системы подготовки кадров, то, насколько мы готовы потреблять те сервисы, которые нам предоставляет система образования, система подготовки кадров, то, насколько мы готовы развиваться в течение всей нашей жизни для того, чтобы быть актуальными на рынке труда. В России традиционно сильная система подготовки кадров и достаточно хорошее фундаментальное образование. И это та группа критериев, которую выводят Россию в топ. При этом Россия достаточно большая страна с очень неравномерным распределением всевозможных возможностей с точки зрения рабочих мест, с точки зрения возможностей для того, чтобы повысить свою квалификацию. И, собственно, удобство инфраструктуры, доступность инфраструктуры является той зоной, которую в России еще нужно развивать. А третья зона показала, что в России действительно достаточно низкий уровень мотивации. Это тоже та зона, которая в России требует развития. Одним из результатов исследования стала новая глобальная модель развития управления человеческими ресурсами. Что это такое? Поясните. Те инструменты, которые у нас появились, в частности, платформа для обмена лучшими практиками, индекс и система кластеризации стран, эти инструменты являются абсолютно универсальными. И мы понимаем, что они абсолютно отвечают духу времени. За этими громкими словами на самом деле скрывается новый уровень кооперации, о котором странам-участницам WorldSkills удалось договориться в Казани. И страны-участницы WorldSkills в Казани в рамках Генеральной Ассамблеи подписались под документом, который называется «Казанская декларация» или «Пять принципов человека-центричности». Это те принципы, которые определяют будущее рынка труда и которые определяют готовность этих стран, готовность членов WorldSkills вместе в кооперации развивать рынок труда на принципах человека-центричности. Еще одной идеей, которую вы предложили на международном чемпионате в Казани, стала международная инициатива «Миссия Таланты». Тоже можно немножечко о ней. Почему Росатом ее поддерживает? Росатом – это высокотехнологичная компания. Это глобальный игрок, который работает на многих рынках. У нас на сегодняшний день 36 объектов в разных странах мира. И проблема кадров является очень актуальной для нашей компании. Поэтому для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы успешно конкурировать на международных рынках, Росатом выстроил очень эффективную систему подготовки кадров внутреннюю, которая начинается буквально от детского сада, охватывает детей школьного возраста и включает в себя большую систему подготовки и переподготовки текущих сотрудников компании. И в этом смысле для нашей компании очень важно максимально использовать потенциал каждого сотрудника на благо компании и на благо нашей страны, скажу больше. Поэтому мы участвовали в этом исследовании, потому что мы сами, как компания, постоянно учимся. Мы учимся у лучших, мы собираем лучший опыт, мы сами делимся, мы сами обмениваемся практиками. И для нас поддержка такого исследования была, собственно, одним из инструментов нашего собственного развития. Ну и уже о том мероприятии, которое проходит сегодня в Екатеринбурге, о WorldSkills High Tech. Каковы результаты ожидаемые и как вам мероприятие, как вы оцениваете этот чемпионат? Росатом является долгосрочным партнером Российского союза WorldSkills. И для нас участие в чемпионатном движении WorldSkills – это не только история про праздник, который мы сегодня здесь наблюдаем. Это действительно большой праздник духа. Ведущие российские корпорации представили свои команды. И у нас есть возможность в рамках этого мероприятия пообщаться, посмотреть на то, как устроена система подготовки кадров в других корпорациях, пообмениваться опытом. Это на самом деле очень важно. Но гораздо более важны те результаты, которые чемпионат принесет и приносит. на протяжении многих лет в систему подготовки кадров внутри Росатома. Потому что участники чемпионатов являются такой опорой, центром системы подготовки рабочих инженерных компетенций внутри Росатома. Это люди, которые становятся экспертами, которые создают отраслевые центры компетенции, которые помогают своим коллегам наращивать квалификацию, наращивать свои компетенции по лучшим мировым стандартам. Поэтому, мне кажется, очень важно и очень отрадно наблюдать то, что происходит сейчас здесь, в Екатеринбурге. Но действительно важно понимать, что то, участниками чего мы сегодня являемся, принесет большие плоды, большие результаты для наших корпоративных систем подготовки кадров. Спасибо большое за беседу. Гульнар Рубикулова, заместитель директора корпоративной академии Росатома, была в студии.